хочу я вам сказать запорола короче мне как эта фигня здесь вылезла и она не нажала и у меня выключился смартфон сейчас просмотрела то что сняла вообще шестая палата подглядываем замочную скважину ну скажите вам нравится что я вот такой человек какая вам больше нравлюсь вот видео кулинарные которые я снимала года 45 назад посмотрите и сейчас последние два три года напишите какая мощность муха у нас сегодня кстати бабье лето пришло к нам блин на денек заглянула завтра муха ко мне пришла я вам говорила да что насекомые не бояться я с ними разговариваю на руку протягиваю ну иди ко мне хорошая иди моя девочка мой мальчик моя мушка она бац садится ко мне и мой бывший говорит ну да я уже мух дрессируешь я говорю я не дрессирую с ними общаюсь ну короче ладно друзья вот обидно придется монтировать вот не хочу я вот это вот по новой начинать потому что это уже будет не искренне понимаете вот тот что было в начале это искренне это для вас а то что вот если сейчас буду переснимать это уже будет не искренне уже нет того посыла который с которым я шла на кухню с которым я хотела все это сделать он конечно сейчас немножко у меня разбавился по барабану короче капуста у меня на стругана уже нарезана я режу кубиками кто не знает не соломкой сковородку включаем пока мы будем нарезать лук вот нам нужно будет чтобы раскаленная сковородка была наливаем растительное масло и нарезаем лук морковки у меня к сожалению нету ничего не поделаешь вот хочется так привет вам передать вот не нравлюсь я себе в камере вот хоть ты тресни сейчас попробуем так приготовились апрака добра швабра на голове у меня черте что и вообще одета по домашнему надеюсь не ужас да нет себе не вижу ладно по барабану вообще честно говорю даже если не понравится все равно все будет порядке так капусту нарезали теперь включили плиту нарезаем лук так как я попу потому что она уже не нужна лучок такую огромадину ну потому что да шумная жареная капуста с луком это немнямка решите как хотите повторяюсь 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 не заморачивайтесь по этому поводу друзья как илья лазерсон говорит например он готовит плов там или лагман какую-то такую чисто национальную блюду он говорит и мне еще там по барабану чего там будете писать комментах это мой лагман или это мой плов да так что всегда говорите так не заморачивайтесь никогда если у вас спрашивают какое ваше фирменное блюдо говорите все что я готовлю это произведение искусства тут кто спрашивает фирменное блюдо вообще ни хрена готовить не умеет понаблюдайте это мои наблюдения друзья я серьезно говорю когда у вас девчонки там подружки ваши спрашивают какое-то там фирменное блюдо вот у меня там есть блинчики с творогом да фирменное блюдо у нее она ни хрена кроме этих блинчиков больше делать то не умеет а вы скажите все что я готовлю это все шедеврально никогда не заморачивайтесь на каких-то фирменных блюдах я вообще этого не понимаю фирменное блюдо я считаю что фирменное блюдо это просто какой-то бренд допустим ресторана кафе там я не знаю забегаловки какой-то это фирменное блюдо в доме у хозяйки должны быть все фирменные блюда я должна готовить все очень вкусно замечательно так следующим входом у нас пойдет что хотелось бы конечно баклажан поджарить именно поджарить понимаете потому что он жареный очень вкусно я не знаю что делать лук то сто процентов надо короче давайте так я наверно брошу лук а потом наверно заброшу баклажан а потом уже помидор это все экспромт поэтому я ничего не планировала поэтому я не знаю как все на ваших глазах так вот шкуру я обрезать не буду почему потому что прошлый баклажанчик точно такой же это домашние баклажаны по моему я попробовала и там шкурочка с горчинка а я прямо прямо млею когда шкурочка с горчинкой мне-то прямо прямо очень нравится поэтому друзья я даже чистить во первых это будет красиво будет видеть смотреться хорошо в блюде эти вот пятнышки темненькие во вторых эта горчиночка она меня просто покоряет знаю я потому что для меня это не извращение не что-то такое гадко это естественный вкус продукта а все что естественно для меня это естественно вы сами знаете как я отношусь к природе как получается кубик не очень мелкий и очень крупные все не съезжает надо было по одному резать блин как же мне не хочется монтировать видео у меня так очень долго загружается это все сейчас понимаете я бы приготовила и через 15 минут вы боже ты все смотрели да ну кто не занят а так я это будет возня во-первых я ничего не пишу вчера одну только сказку написала нет вру я вчера ничего не писала мне вчера был если вчера выходной день устроила скажите фигня вообще не нагрелась сейчас немножко еще подвину лук это зверюга ничего я не писала вчера да поэтому завтра мне бросать будет нечего надеюсь я сегодня еще что-то напишу и хотя бы одну сказку отдыхать конечно себе надо потому что выматываешься и сюжетов не находится сюжетами приходится думать так они обычно ко мне сами приходят я сажусь и пишу а когда я выдыхаюсь да вот представьте с какого числа я пишу с какого-то августа я пишу да посмотрите там не знаю первую сказку никакого августа считай практически уже месяц и у меня ни разу ни одного дня не было перерыва я каждый день писала но пора выдохнулся понимаете это уже ненормально когда вот столько писать хоть я не помогу но дело в том что что это же все таки работа ума вот это же не просто я сижу там переписывали под диктовку пишу это же мои сочинения вот я же это сочиняю это же не просто так это огромный огромный труд ума огромные ребята вот вы попробуйте хотя бы ну вот вспомните сочинение школьные но кто не пишет или попробуйте сейчас сесть и написать допустим самое банальное три предложения о погоде вот посмотрю я на вас сколько вы пропыхтики пропердите кто-то плюнет вообще сразу на на начале кто-то плюнет на середине кто-то плюнет в конце скажет да пошел на кто-то напишет прочитает ужаснется и выбросит понимаете я уверен что из десяти человек один может быть два останется довольна с этими тремя предложениями это действительно будет такой эссе о погоде поэтому это сложно писать это очень сложно я уже 100 миллионов раз это повторяла а кто сейчас будет там бубнить и ворнякать вы сядьте и попробуйте а потом бубните никогда не говори гоп пока не перепрыгнешь и вообще никогда не суди никого ничто пока не поверишь и не походишь в ботинках другого человека не поймешь как прошла его жизнь так уж что тут у нас немножечко кажется нагревать ну сковородку руками конечно еще можно брать так друзья мои мне нужно ладно подожду немножко чтоб доска освободилась так друзья по моему ворчит давайте выбрасывать а если я сейчас на одну сторону брошу лук а на другую этот баклажан нет фигня баклажан готовится а лук будет сырой нет баклажан то моментально готовится практически как кабачок но может чуть подольше может счет того что кожура ну кожура вообще-то она редко размягчается она в общем-то в воде больше размягчается нежели в масле вообще-то включила сейчас сразу я брошу сахара для того чтобы у нас быстренько это все поджарилось ложечка чайная чайная ложечка да кстати кто может читал сказку заметили другое название у меня еще пока это все рабочее название поэтому я не знаю к чему я приду поэтому сегодня мне понравилось лето бабье в начале написал бабье лето потом исправила лето бабье лето бабье но более ключ это лето бабье бабье лето спотыкаешься бабье лето как будто блин куда-то не нравится мне бабье лето лето бабье красиво да конечно красиво кто-то сомневается так вот я решила назвать лето бабье пусть так пока это все рабочее название я не знаю как вот у меня кстати книги которые вышли да ох как мне я тогда поспешила конечно все это издала дура дурой было вообще меня видимо тщеславие забило или что ну вдохновение перло конечно конкретно и вот ну что теперь я жалею мне нужно одну книгу переделать название другую книгу и одну вообще обложку поменять третью книгу нужно полностью проредактировать не самой чтоб специалист это сделал понимаете натворила короче двум нет у меня будут деньги я в этом уверена я сейчас напишу эту книгу лето бабье потом процессе я буду писать рассказы зима впереди вот и издам еще и у меня все равно будут деньги я все равно сделаю нормальными книги и может даже ну скорее всего я даже ну короче не буду загадывать но я это сделаю так все короче говоря ой 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 ждем пока поджарится я пока яблоко яблоко почищу и портю так друзья пришлось опять титан выключить более-менее слава богу слава богу получения вот вот что пусть уже тут доходит да а здесь поджарим гальпажан гальпажанчик может просто тупо начать вот как я да господи даже моя как меня напоминает ну что почистила яблоко перец а сейчас на следующий на очереди помидор так помидорка недозревшая немножко ну ничего в магазине самые спелые два штуки купила она мне выбрала самые спелые по-хорошему конечно хорошо было бы томатик но к сожалению не менее томатика сейчас я потом придет и ой какой сладкий вкус винограда ммм ммм мм мг правда я бы сейчас по-хорошему даже в это блюдо положила бы виноград вот желательно конечно черный такой крупный знаете такой ой крупный черный виноград такой я бы сюда положила обязательно конечно его обжаривать не надо его уже когда все тарелки вернее все уже сковородки вот тогда конечно я бы прям горсть выбросила ммм вообще блин вообще мне вот прямо жаба такая душа что у меня столько творческого потенциала по поводу блюд и у меня нет возможности это всякую вкусняшку готовить понимаете когда я болела у меня чё у меня вдохновения никакого не было я просто тупо шла по классическим рецептам спасалась я живописью вот ну короче говоря нарезаю я помидорку да кубриками кубриками если можно так назвать кубрики кубрики бабубрики жареные мубрики похоже на грибы да ну перчик кубиком таким тоже чтобы чувствовался можно большими такими лепестками прямо лепестками вот так вот большими огромными кукманами перед твоим животом чтоб он прям попал тебе на язык и ты кайфовал ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням так так помидор порезали перец порезали я не перевариваю доливать макла здесь надо потому что смотрите у меня в общем-то и было немного масла учитывая количество всех наших продуктов сюда нужно щавернуть помидор на масло еще друзья я вам сахарку и так не полная ложечка чайно вот так прям поджаривается все на большом огне все я забыла говорить потому что думала что все мои зрители об этом знают яблоко держу такими кустами чтобы чувствовать яблоко в еде будем надеть что он не растворится потому что она такая жесткая яблоко никто не будет спорить что жареное яблоко тушеное печеное это нечто это нечто необыкновенное яблоко на блюде никогда хуже не будет вкуса даже пельменях а что пельмени с яблоками ну это вареник с яблоками одно и тоже тесто одно и тоже величина разная так как он умно обчарикиваем яблоко яблоко не видите но по барабану так ну что наверно хорош теперь все перемешиваем ой какой тут дух у меня ду-ду-дух знаете как будто это не капуста будет это будет теперь нам нужно друзья закинуть сюда капусту и попытаться размешать я сейчас наверно буду маленькими парцайками это делать хотела в казани но вспомнила что там дно очень маленькое ну то есть диаметр что у меня будет не жарится все это тушится потому что большое количество надо предстоит обжаривать поэтому я уже взяла сковородочку ну вот парцайками будем перемешивать сейчас все равно это все ужарится ну что вам хочу сказать можно убавить огонь сделать средним и без крышки вот так постоянно перемешивая готовить вот можно побольше огонь такой ближе к большому чуть выше среднего вот так скажем но под крышкой ой прошу прощения под крышкой ну не полностью закрытая прикрытая ну чтобы дырдочка была чтобы там у нас совсем не стушилось хотя тушение это кто-то мне там жареная капуста у меня на канале есть да она тоже как всегда оригинальная посмотрите жареная капуста кто-то мне там в комментах написал это тушеная ну тупица а что бесит тушение это с добавлением бульона воды или собственного собственно сока это когда большое количество сочных овощей и фруктов тушится в своем собственном соку невыпаренные понимаете это тушение а если жарится только на масле и образуется где-то на каких-то продуктах корочка это жарко если тупые такие понимаете бесит меня аж вообще не наперевариваю тупых людей вот да друзья это что меня больше всего бесит в жизни это тупые люди вот я конечно тоже иногда есть такие вещи когда я туплю или не знаю чего-то ну незнание это не тупость понимаете это просто незнание а тупость это как природы когда человек ни хрена не знает а умничает это называется тупость и кстати заметьте простите меня такую энергетику такую и заметьте кстати умничают только тупые люди только тупые где-то нахватаются как говорится по верхушкам и знаниями блистают понимаете а сами в этом сиди я сам открою поэтому друзья не перевариваю тупых людей не перевариваю вот а если допустим ну когда я туплю могу сказать вам когда я туплю когда у меня организм испытывает стресс или испытал недавно стресс я туплю я уже вам говорила но это я туплю не от того что я тупая а от того что у меня отключаются функции организма отключаются защитные функции а мыслительные функции они приглушаются я об этом вам уже объясняла кто не понимает читайте научную литературу вот вот видите как хорошо с болтовнёй я вам это красиво правда просто вообще необыкновешечка о друзья мои посолить форму так солим – так чтобы всё я всегда боюсь пересолить овощи потому вот это отвратительно когда овощи пересолим почему я и маринады вот не очень люблю но я имею в виду что в банках которых консервации во-первых там уксус кислота вот эта вот отвратительная химическая кислота фу гадость Некоторые вообще на аспирине закрывают. Ну, это, по-моему, вообще извращение, блядь, на таблетках. Простите, на таблетках. Консервы на таблетках закрывать. Ой, это вообще уже дурдом, блин. Вот. Я почему ее не люблю, потому что там все перекисленное. Вот это вот перекисленное, пересоленное. Это вот концентрация. Нет, конечно, кусочек соленой рыбки я люблю там поесть. Ну, это когда... Вот смотрите, что-то вот хочу сказать я вам. Получится, конечно, она не тушеная, у меня ожаренная, да? Сейчас посмотрим в процессе. Может, правда, прикрыть крышечкой, и уже тогда у нас будет, конечно, не тушение. Хотя немножко, наверное, тушение, потому что капуста, сок, да, сходи, капуста вообще... Я сто лет такую капусту не ела. Я пока резала, это просто необыкновенная. Такая вкуснятина. Она такая необыкновенная, сочная, вкусная. Друзья, а кто не знает, кто не знает, одно зернышко, одна косточка яблочная заменяет суточную дозу йода. Повторяю миллионный раз. Ешьте на здоровье семечки яблок и будьте здоровы, короче говоря. Вот, наконец-то. Ням-ням. Так. Сейчас немножко подождем. Как у нас капусточка. Ммм, сочок уже дала. Пока не горит ничего. Конечно, не хочется дожидаться этого. Ммм, какая вкусная семечка вообще. Яблочная. Не хочется этого дожидаться. А если сейчас яблоко сразу добавлю с перцем, то сок пойдет вообще классно сразу. Знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас попробую продукту. Капуста очень нежная, просто необыкновенная нежная. Сочная. Она быстро приготовится. Так. Сейчас я семечку доживлю яблочную. Что я посмотрела сейчас на воду. Друзья, не забывайте пить сырую воду. Отстойную. Так. Попробуем баклажан. Это. А где корка? Серединка эта. Так. Ну вот, смотрим. Насколько он прозрачный. Он полупрозрачный, да? Угу. Он аль денте. Ммм, вкуснадкий. Так, все. Капуста. Ммм. Офигенная капуста. Ой, какие баклажаны. Я за это все люблю. Боже мой, как это все вкусно. Друзья, я забрасываю остальные продукты, потому что яблоко будет сырое. Оно очень дубовое. Просто кирпич. Ну и перчик уже так. Знаете, как я крупно перец почамкала. Мне так захотелось его крупно почамкать. Сейчас мы размешиваем это все. Сейчас, наверное, будет больше сока, потому что яблоко очень сочное. Такое прям кисло-сладкое. Сейчас совсем, конечно, другой дуб будет. Вообще просто потрясающе красивое у нас такое все, да? Не хочется, конечно, спорти, чтобы оно прегурело, там все поменяло цвет. Очень красиво. Смотрите, что даже томат не добавили, да? И помидорки эти красные играют, и зеленая капустюшечка, и лиловые баклажушечки, и белое яблочко, и желтенький оранжевый перчик. Посмотрите, как это все красиво играет. Ой, друзья мои! Друзья, друзья, сейчас я достану еще укроп с этим. Ну, короче, что, из зеленухи что-нибудь достану. Что не знаю, но что-нибудь достану. Пошла я доставать. Ням-ням. Друзья, что-то я перерылась в морозилке. Там у меня есть специальный отдел для, именно для зелени. Смотрите, я не убавляла, у меня шестерка. Ну, конечно, что тут с напряжением. Знаете, что я бы сейчас еще добавила? Щепотку апельсиновой цедры. Щепотку! Прям щепотку. Ну, не нашла, хотела кинзу найти, не нашла. Куда она делась? Ничего не пойму. У меня немножко было кинзы. Случайно с петрушкой мне дали. Я ее отобрала, разрезала. Соль, кстати, вообще не чувствуется. Вот. Немножко посолить. Это очень сладко. Вот. Что-то я прямо, блин, как захотелось кинзы. Ну, кариандр, конечно, есть, но я не хочу кариандр. Я хотела... Хотела бы... Нет, кариандр бы я добавила, если бы был этот, скажите, целый. Ну, я бы добавила. Ну, это что? Как это укроп, это петруля, по-моему. Бросаем петрульку. Петруль, я с морозилки, поэтому не бухтите, товарищи. Сейчас укропчику еще добавлю. Это у меня укроп нарубленный попором, поэтому тоже не бухтите. Так, вот все ясно, короче говоря. Так, ну все. Хватит. Перемешаем. Ну, зеленушечку. Уже. Кому не нравятся стволы, зажмурьтесь. Мне нравятся. Хе-хе, стволы деревьев. Ой, какой дух-дух-дух. Ух, сразу дух-дух-дух-дух-дух-дух-дух-дух-дух-дух-дух. Как это все нежно. Вот заметьте, вот ничего крышкой вообще не закрываю. Все это у нас вот жарится. Но оно, конечно, не жарится. Оно, конечно, тушится вот собственным соком. Ну, как я и предполагала, сказала тушеная капуста, потому что это все предполагалось большим количеством разных овощей. Поэтому. Ну вот, продолжается все тушиться. Да, с крышки. Так, друзья, мешаем. Размешиваем, вернее. Мы никому не мешаем. О, все. Я выключаю, потому что оно уже там поджаривается. А мне это не нужно. Сейчас оно подгорать будет на середине, потому что сок весь ушел уже. Так, сейчас я попробую. Не факт, что оно все приготовилось, но аль денте меня это вполне устроит. Ну вот, сока уже практически нет на дне сковороды. Сейчас я буду пробовать. Вот, и уже. Зеленушка, наверное, еще не готова. Сейчас я вот так стручочек. Ну, нормально. Сейчас я накрою крышкой, чтобы постоит перчик. Перчик. Так, яблочко. Яблочко самый раз. Не расквашня. Не расквашня. Так, капусточка. И все остальное. Баклажанчик. Дуем. Я уже выключила пельту. Верьте мне на слово. Вот, представляете, у меня сейчас время как раз писать меня, а мне вот это все монтирует. Что хочу сказать? Так, это что? Капуста. Капуста. Толстые такие куски. Все, я больше не буду это все готовить. Я сейчас накрою крышкой. И пусть оно стоит здесь на плите у меня. Так, друзья. Благодарю за внимание. Желаю всем просветания, любви, радости бытия и изобилия. И у края пропасти, и у тигров пасти. Не теряйте бодрости, и верьте в счастье. Ча-ча-ча. Ча-ча-ча.